Всем привет, друзья! Здравейте, Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 7 марта, 24 год, друзья. Такая мрачненькая весна, у нас похолодало, у нас дождики идут в центральной северной Болгарии, а завтра ночью, друзья, ожидается снегопад. Очень интересно, как к этому отнесутся наши плодовые деревья. Ну а пока что у природы нет плохой погоды. Друзья, очень интересные такие, знаете, болгарские новости, которые, нет, честно сказать, немножко они особо не радуют, потому что, как вы знаете, один из самых больших расходов жизни в Болгарии, это расходы на электроэнергию. Да, на самом деле, вот и по своим бюджетам у нас посчитано, что, да, это самый большой расход. Помимо еды, друзья мои, все отлично, все хватает, все нормально. В Болгарии есть два тарифа. Есть тариф ночной и есть тариф дневной. Дневной тариф, он где-то раза в три дороже, чем ночной, поэтому после 10 часов в зимнее время и, по-моему, после 11 часов в летнее время, до 6, соответственно, до 7 утра действуют эти тарифы. Поэтому это многих мотивирует на ночь включать стиральную машину, сушильную машину, посудомоечную машину. Конечно, после 10 вечера ночью никто не просыпается, не начинает варить всякие супы и тратить электроэнергию. Друзья мои, с 1 июля по новостям, это все по новостям болгарским, вся эта радость должна закончиться. Не будет ни ночного, ни дневного тарифа. Будет единый какой-то тариф, который, в принципе, как написано, мы сами себе будем выбирать. И будет обеденный тариф. Что такое обеденный тариф, я до сих пор не понимаю. В моем понимании обед, с какого часа он начинается и до которого часа он продлится. Друзья, может быть, мои болгарские подписчики прокомментируют вот это, расскажут и пояснят для непонимающих. Но единственное, что сразу становится понятно, то, что электричество подорожает. Что значит дневной тариф-то? Ой, обеденный какой-то. Это значит, чего? С 12 до 3 будет дешевле? В общем, опять никто не понимает. И каждый, по-моему, потом будет выбирать себе электрическую компанию. Как это будет делаться, я не знаю. Потому что в нашем регионе есть компания Энергопро. Ее услугами мы довольны. Ремонты они делают. И башня, которая там электрическая, стоит у нас рядом. Поэтому единственная проблема, это был перебой в ноябре такой, жесточайший, о котором я делал такое интересное видео, когда мы двое суток сидели без электричества. Сидели без электричества и ничего, естественно, за это время не платили. Ну, кроме как только не было, и мы мерзли. Вот. Ну, на самом деле, ребят, достаточно серьезно и очень интересно. Чем обуславливают это? Ну, все как обычно. Нам придумывают какие-то новые вещи. То, что в обеденный тариф батареи, которые принимают солнце, работают более эффективно. Но, с другой стороны, не будет теперь каких-то скидок. Сколько мы платим за ток? Последний месяц за ток мы заплатили у нас 365 лева. Кто-то скажет, что это очень много. Но, друзья мои, мы не обогреваемся ни то, ни дровами, ни пилетами. У нас стоит термопомпа. И по всем моим подсчетам термопомпа намного более экономична, чем колоть, пилить дрова, закладывать, убирать вот этот весь мусор. Об этом говорили уже много раз. Поэтому я не считаю, что общий расход 365 без дров, без пилет, без уборок это много. Более того, что особо мы не экономим. Но, естественно, мы также включаем на ночь вот эти все вещи, которые экономят. Окей, не будет тарифа. Посмотрим. Да, дорогие подписчики, очень интересно в ваших странах, в Германии, в Польше, в Чехии, где вы живете, сколько вы платите за ток в месяц? По самым максимальным. Какой у вас тариф? Чтобы хоть как-то сравнить. Потому что, вот смотрите, если по израильским меркам 365 лев мы умножаем на 2, мы получаем 730 израильских шекелей в один месяц. Дорого, дорого. А зарплаты в Болгарии, они намного меньше, чем в Израиле. Но здесь уже ваши комментарии мне будут интересны. Поэтому вот такая хорошая и нехорошая новость нас ждет с 1 июля. До 1 июля есть еще очень много времени, потому что скоро расхода на термопомпу не будет, на дрова у людей и на пилеты их тоже не будет. Потому что начнется тепло и ничего включать обогревы мы не будем. Ждем до лета. Все замечательно, все прекрасно. Как обычно, на полном позитиве Дима Даниэль. Ребята, теперь следующая интересная новость, что в Болгарии на сегодняшний день нет премьер-министра. Премьер-министр Болгарии вследствие какой-то договоренности подал в обставку. И его отставку дружно парламент Болгарии принял. Друзья мои, я не обсуждаю политику Болгарии. Я не считаю, что я имею на это право. Но, естественно, меня волнует то, что происходит в этой стране. Потому что мы здесь живем, живем здесь постоянно, продлеваем вид на жительство. И через два с половиной где-то года мы будем иметь право на постоянное место жительства. Голосовать мы не имеем права и не будем иметь права, пока мы не станем гражданами Болгарии. Но, наверное, возможно, сейчас речь не об этом. Идут бурные дебаты по телевизору. Все это, я говорю, естественно, исходя не из своей личной информации, своих мыслей, а исходя из информации от телевизора и от новостей. Идут дебаты. Наверное, скорее всего, говорят, что будут опять досрочные выборы. Первые или вторые или третьи в Болгарии я уже особо, ребята, не помню. Но, в общем, будет вот так интересно. И мы, конечно же, следим и будем вам рассказывать, что будет происходить. Поэтому вот такая история. Теперь очень интересно. Вообще, вы знаете, Болгария – это сейсмологическая страна. Здесь происходит землетрясение постоянно. Постоянно происходят какие-то подземные толчки, друзья мои. Ну и даже если сейчас мы в гугл вобьем землетрясение в Болгарии, мы вообще посмотрим полную картинку. Каждый день где-то что-то потрясывает. Два балла, три балла, три с половиной балла. Что очень интересно. Что сейсмозоны, они разделены. И вот у нас в горном регионе, именно у нас, хотя мы этого вообще абсолютно не чувствуем. Что если, помните, было землетрясение в Турции, когда оно такое серьезное, ужасное было, мы здесь вообще ничего не чувствовали. А другие болгарские регионы очень серьезно это на себе ощущали. Я вот разговариваю со своими друзьями в Пловдиве, они говорят, Дима, а у нас вообще постоянно трясет. У нас, вы знаете, что когда землетрясение, ребята, нельзя закрывать двери. Потому что когда трясется, дверь идет наперекос, ее может заклинить. Я вообще этого абсолютно никогда не знал. Ну не трясет у нас здесь. Прекрасный, вот именно наш регион, наш райончик такой, так мы здесь здорово относимся, что где-то, где-то что-то подтрясывает, а у нас вообще ничего. Слава богу, но при выборе своего места жительства, ребята, кто боится вот этого, изучайте вашу будущую локацию. Потому что есть районы, ну например, как Пловдив, где вот так подтрясывает. В Турции вообще там все боятся вот этого землетрясения, которое в Турции опять ожидают большое землетрясение. И поэтому, и поэтому надо так сказать, думать. В Румынии опять же то же самое что-то было. А мы здесь вообще ничего не чувствуем. Но, друзья мои, вы знаете правила, когда землетрясение, нужно быстро выходить всем на улицу и не быть в квартирах или в домах. Вот, ребята, жизнь такая веселая, и вот от всех вот этих новостей, ну мы-то никогда вообще не унываемы. Я всегда об этом рассказываю вам и жду ваши комментарии. Так, что такого вот еще хорошего у нас здесь происходит? И, ребята, у нас завтра, у нас завтра 8 марта, Международный женский день. И я заранее всех женщин дорогих, хороших с этим праздником поздравляю. Как мы будем его справлять? Справлять его мы будем в болгарском селе, потому что наша Минка организует, как обычно, на такие праздники мероприятия. Скорее всего, она пригласила, по-моему, даже какого-то болгарского шефа, который будет нас учить какому-то болгарскому блюду. Для меня это вообще на самом деле очень и очень интересно, познавательно. И мы за Светочкой с нетерпением ждем завтрашнего дня. Когда мы будем, раз, справлять 8 марта, два, будем справлять его в селе, в Болгарском. Мы не пойдем ни в какие кафе, ни в какие рестораны. Справим, вот так сказать, первый, ну такой болгарский женский праздник. Кстати, расскажите, пожалуйста, как вы здесь его справляете. И обязательно не забудьте купить своим дорогим барышням цветочки и подарок. Прекрасное настроение, хорошее. Так, что еще? Медленно дорожает бензин. Медленно в Болгарии дорожает бензин. Ну, потому что мировые цены на топливо, как ни странно, они все равно растут. От нас ничего не зависит, сколько это будет стоить, значит, мы будем платить. Ничего особенно, конечно, это не радует, но идет везде такое полное подорожание. Опять в Болгарии подорожали сигареты. Пачка Кэмэла, которую мы курим, я курю. Друзья, курение вредит вашему здоровью. И если вы не курите и не будете курить, вы сохраните прекрасно свой бюджет. В нашем бюджете на это откладываются определенные средства. Бросать курить, вы скажете? Да, вы правы абсолютно, но этот вопрос мы будем решать сами. Опять подорожание на 5%. Ну, друзья мои, дорожают сигареты-то в каждой стране. А в Израиле они подорожали тоже достаточно сильно. Кстати, напишите, сколько сейчас стоит пачка Кэмэла в Израиле. Мне лично интересно. Что еще? Полеты в Израиль, полеты отсюда. Билеты не дешевые, абсолютно не дешевые. И кто хочет лететь? Лоукостов сейчас нет, идет война. Билет сейчас я посмотрел на март. В одну сторону где-то стоит порядка 120-150 долларов. В одну сторону, без багажа. Я считаю, что это дорого. И все-таки мы ждем возвращения лоукостов, когда можно будет уже летать намного дешевле. Когда это будет, не знаю. Потому что одни перевозчики полностью отменяют. Другие перевозчики отменяют из определенных аэропортов в Болгарии. Вот, Изиджет написал, отменил кучу рейсов. Теперь, друзья мои, очень важная информация для тех, кто все-таки возит лекарства. Важно. Есть ужесточение, друзья мои. И поэтому, если вы везете в Болгарию, ну, многие люди с собой везут и запасаются лекарствами, очень внимательно относитесь к тем препаратам, которые вы с собой везете. Потому что некоторая ситуация может быть очень критическая. Потому что есть препараты, которые запрещены к перевозке. Ну, препараты, которые содержат запрещенные... В одной стране это может быть разрешено, а в другой это может быть запрещено. Поэтому обязательно берите квитанции, берите справки от врачей, если вы везете что-то такое очень уже, ну, серьезное. Более того, не берите у кого-то большие посылки с лекарствами. Потому что, ну, например, там кто-то вас просит, там, передай 10 упаковок, там, таких-то таблеток. Серьезно задумайтесь. Это, конечно, вы поможете кому-то, но для вас-то может обернуться, в общем-то. А если проверят, а спросят, а почему у вас вот здесь 10 пачек вот такого препарата? А может быть, это какое-то сильнодействующее, снотворное или сильное обезболивающее, которое в себе хранит сильные препараты. Поэтому будьте внимательны к этому. Если вас кто-то просит, 10 раз задумайтесь. Я, например, честно вам скажу, никогда никого не прошу что-то такое вопросное мне привести. Потому что я всегда предполагаю, что я могу поставить людей в очень нехорошую ситуацию. Поэтому, если вы летите, купите себе, возьмите справку от врача, возьмите квитанции, что вы купили это в аптеке. И тогда у вас не будет проблем никаких. Действуйте здесь аккуратно. В Болгарии лекарства все есть. В Болгарии, когда вы идете к своему личному доктору, даже не к своему личному доктору, вы идете платно, вы, предположим, говорите, вот я принимаю такие-то, такие-то препараты. Какой аналог вы здесь можете мне дать? Здесь вам врач все пропишет. Вы пойдете в аптеку и купите любые сильнодействующие средства. Но только, друзья мои, с рецептом болгарского врача. И тогда вы никогда не встанете в проблему. У вас все это будет. И без каких-либо особых накладок. Ну, а если все-таки чего-то здесь нет, как я и сказал, везите из вашей страны все с разрешением доктора, квитанции из аптеки, чтобы вам можно было показать. Вот я купил. Никогда не везите это в больших количествах. Два цупаковок, три цупаковок. Это будет рассматриваться неправильно. Друзья мои, с наступающим, дорогие женщины, с наступающим 8 марта. Я желаю вам быть такими же красивыми, добрыми, хорошими, которые нас поддерживают. Любви вам. Любви вашим семьям. Хубавден. Шельхамьем наим, хаваримшили. And have you nice day, my friends. Чао-чао. Будьте здоровы. Мира. И удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok